волосы на голове не одинаковые они анатомически отличаются вот на висках и на затылке волосы не имеют рецепторов или имеет их минимальном количестве рецепторов чувствительны к мужским половым гормонам к тестостерону и о метаболиту частности дегидротестостерону как вот наиболее такому важному из метаболитов нависка в области лба темени и макушки этих рецепторов очень много и распределены они бывают порой неравномерно наверняка окружающие там обращали внимание окружающему то слово то есть действительно да у кого-то может сформироваться облысение в области лба у кого-то на макушке так называемая танзура формироваться у кого-то идет сразу тотальное редение от передней линии роста заканчивая макушке то есть это исключительно обусловлено ну во-первых анатомические особенности второй это генетической как бы чувствительностью да то есть генетика и анатомия здесь напрямую как бы взаимосвязаны и опять-таки изначально как бы определить насколько человек облесеет в какой области это произойдет это невозможно потому что как правило вот эта генетическая чувствительность волос к мужским половым гормонам она наследуется рецессивным образом и рецессивным порядком как правильнее было бы на говорить и соответственно не факт что конечно это очень важно то есть мы всегда расспрашиваем какая ситуация у близких кровных родственников но это абсолютно не факт что такая же ситуация повторится следующем поколении какая была у предыдущего поколения